Среди главных организаторов конкурса Союз художников России и Российская Академия художеств. Именно их представители вошли в состав жюри и определили победителей. Гран-при конкурса выиграл художник Игорь Пугач из Краснодара. Второе место у художницы из Симферополя Елены Дученко-Молчановой. Третье у еще одного краснодарца Виктора Вайса. Это уже неотъемлемая часть евразийского нашей работы стала, потому что занимаясь очисткой воды, давая ее нашим городам чистой, и хочется, чтобы об этом всегда помнили все люди, которые пользуются этой водой, что это надо бережно относиться. Это мы продвигаем через работы, через художественное понимание жизни о том, что чистая вода – это большая и большая важная составляющая нашей жизни. По традиции финальный этап конкурса проводится в виде выставки живописных, скульптурных и впервые в этом году фотографических работ. Приз зрительских симпатий достался известному в городе фотокорреспонденту Виктору Клюшкину. Из представленных четырех кадров созерцатели выделили черноморскую регату, хотя сам моменталист отражение названия выставки видит в другой работе. Вот река Белая, которая берет начало подножья Фишта, вот там действительно чистейшая вода, чистая, холодная вода, даже в летний зной. И пить ее можно прямо из реки, сколько душе угодно. Первое место и 10 тысяч рублей достались сочинскому студенту, будущему программисту за фотоработу «Калиновое озеро». Я фотографирую пейзажи, то есть там и леса, и поля, и в том числе море, и вода. Вода – это источник нашей жизни, мы состоим из воды, так что без нее никуда. В этом году впервые в истории конкурса в Музее Островского в дни работы выставки запланировано проведение большого количества экологических мероприятий для детей и молодежи. Уроки чистой воды, мастер-классы художников, а 15 октября здесь пройдет открытие выставки конкурса детского рисунка «Юные художники за чистую воду». Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова